Привет, вы смотрите Тест ТВ, с вами Надя Лапчева. Сегодня я буду тестировать новый тренажер от компании LPG, достаточно уникальный и поможет мне в этом Павел Николаевич. Павел Николаевич, что это за тренажер такой удивительный и почему мы сегодня его тестировали? Да, действительно, мы сегодня познакомимся с уникальным тренажером, единственным в своем роде. Уникален он тем, что в отличие от многих других фитнес-тренажеров, может быть использован как в косметологии, так и в реабилитации, и в подготовке спортсменов. То есть выполняет три различные функции одновременно. То есть я правильно понимаю, что кроме того, что на нем можно похудеть, можно откорректировать фигуру, но на нем еще могут заниматься люди во время реабилитации, те, кому противопоказаны физические нагрузки? Абсолютно правильно. Именно поэтому мне этот тренажер привлек, потому что я не люблю тягать железо, но мне сказали, что здесь будет все безобидно, безопасно и, в общем, эффективно. Сейчас мы это все проверим. Поехали? Да, начнем. Вставайте. Итак, мы начинаем занятие. Начинается все с того, что вводятся все данные о человеке, который занимается, фамилиями, отчества, рост, вес, пол. На основании введенных данных аппарат подстраивается под тренирующегося и дальше выбирается комплекс упражнений, который, собственно говоря, мы будем осуществлять. Выбрать мы можем достаточно большое количество программ в зависимости от того, какую задачу мы решаем. Ну, я бы хотела сегодня что-нибудь легенькое, там, что-нибудь для спины, например. Для спины мы выбираем либо терапевтическую программу, либо профилактическую. Вот, выбираем спину и, собственно говоря, начинаем занятие. Суть занятия заключается в том, что не осуществляя движения в суставах, мы осуществляем физическую нагрузку на группы мышц. Хочется отметить, что одновременно работает не менее 30-35 различных мышц и различных групп мышц, так называемые мышечные цепи. Вся тренировка проходит в форме игры. Основная задача человека, который тренируется, это осуществить движение так, чтобы попасть в мишень, расположенную на экране тренажера. Одновременно работает как нижний мышечный пояс, так и верхний мышечный пояс. Внизу находится двигающаяся платформа. Человек вынужден поддерживать равновесие, иначе упражнений не выполнить. И далее он осуществляет так называемую статическую нагрузку на поручни. Это либо скручивающие движения, либо толкательные движения, либо человек тянет аппарат на себя. Одновременно в упражнении человек участвует как мышцы кистей, мышцы рук, мышцы спины и мышцы ног. В определенных упражнениях подключаются мышцы пресса. То есть фактически мы можем работать с одной мышцей, с группами мышц, можем работать с мышечными системами, мышечными цепями. Сразу хочется отметить, что не так, что все легко. Хотя со стороны кажется, что это очень просто. Мне уже хочется отдохнуть. На самом деле 30 минут занятий на Кьюгере позволяют заменить полуторачасовую тренировку в зале. И самое интересное, что человек не чувствует такой усталости, как после тренажерного зала. Выходит в принципе не уставшим, но на следующий день ощущения очень необычные. Как будто вы занимались полноценно в спортивном зале. Стоит отметить и следующее, что тренировка обязательно должна проходить с тренером. Потому что важно то, какое положение правильно занимает тренирующийся. Если тренировка проходит без тренера, то человек начинает даже неосознанно менять положение, выполнять упражнения неправильно. Особенно важно это, когда мы занимаемся коррегирующими мероприятиями по осанке. То есть восстанавливаем, например, девушкам или юношам осанку. Когда мы занимаемся реабилитацией, потому что это очень тонкие различия, которые может отметить только специалист. У этого тренажера практически нет противопоказаний. Заниматься на нем могут люди даже с сегестрированными грыжами позвоночного столба. Очень важно, чтобы пациент, который занимается, действительно соблюдал все условия выполнения упражнения. Особенно важна осанка, потому что в случае изменения осанки начинают работать совершенно другие группы мышц. Что могу сказать? Не так все просто, как казалось. Я, честно говоря, даже вспотела. То есть действительно тренажер очень такой серьезный. Работают абсолютно все группы мышц, потому что мы работали сегодня только на мышцы группы спины и поясницы. Но мне кажется, у меня работало абсолютно все, потому что пол двигался, ручки поднимались, упускались. И, конечно, я не ожидала, что это будет так все непросто. В любом случае, заниматься на тренажерах филдера или не заниматься, и вообще заниматься спортом или не заниматься, выбор за вами. А вы смотрите ТОС-ТВ и подписывайтесь на наш канал. Пока! ТОС-ТВ 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 Продолжение следует...